Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о предстоящей поездке. Это поездка связана с моим детством, с моими воспоминаниями. История этой поездки началась более 30 лет назад. Отправляемся в это путешествие в составе шести человек, тремя экипажами. Экипаж номер один – это мой автомобиль, в котором еду я и наш оператор Роман, который находится постоянно с другой стороны объектива, за кадром. С ним я вас как-нибудь познакомлю. Автомобиль номер два – это машина Максима, того самого Максима, у которого произошла поломка двигателя в поездке на Кольский полуостров. Всем привет! Я Макс. Это мой серый друг, как многие знают. Мы неразлучны. 7 лет. Многие знают, что в конце августа у меня была поломка при центральной поездке двигателя. Прихватила корсу и давала новую прокладку в моторе эмульсии. Это эвакуашка. А это вот серая? Серая – это эмульсия. А, а. Там циклис с маслом. Пена. Была задача оперативно восстановить работоспособность автомобиля. Для свапнутого двигателя ТД-42Т ждали блок с Владивостока. Он пришел дефектным. И с нового месяца ожидания мы никак не укладывались в закрытие сезона. Важно было оперативно восстановить машинку. Решение было самым простым. В связи с тем родом деятельности, которым я занимаюсь, у меня в углу какие-то блоки, головки лежали на этот двигатель ЗД-30. Родной, Ниссановский, который стоял на этом автомобиле когда-то. Поэтому сделали небольшую техничку. Выбрал какой-то блок получше. С поршнями, с треснутыми, с хорошенькими. Опрессовали голову. В топливке порядок навели. Поставили двигатель. Немножко проводку пришлось переделать. На данный момент за несколько недель прошел около 3000 километров. Пройдена полная чухлама. Там тоже отчитывался немножко я по ней. Мотор показал себя нормально. Немножко тяжеловато ему таскать 42-е Триподоры. На Гудерке Вар в размере 42-14-5-17 машина бежит гораздо легче. У меня в связи с тюнингом пятой передачи, потому что она длинная, тяжеловато таскать Триподоры. Пары 5-57. На бездорожье проблем нету, потому что стоит какие-то понижающие в раздатке. По мотору сейчас проблем нету. Работает хорошо. Ездит расход топлива замечательный. Немножечко меньше, чем на ТД-42Т. Расхода масла нету. Антифриз стоит на месте. Нету этих наших волшебных пузырей, которых мы боимся. Сейчас закрытие. Буквально на днях выдвигаемся. Будем надеяться, что мотор также покажет себя хорошо. Очень важно, что у нас сейчас на всех машинках стоит именно этот двигатель СД-30. И нету уникальности по ЗИПу. То есть у нас общий ЗИП. МАФ, расходомер воздуха, фильтра, любые запчасти по ЗИПу, они общие. Скатаемся на закрытие. Будем отчитываться дальше. По машинке, по респлапу, по двигателю, по нюансам. Сделаем отдельный обзорчик. Я думаю, что многим будет интересно. Пока, всем пока. Третий автомобиль. Это машина, с которой бок о бок мы прошли в 2016 году Печорский тракт. Водитель Карпов Игорь, штурман Георгий. Мы отправляемся в мою родную деревню. Деревню, в которой я вырос. Впервые туда привезли меня мои родители, когда я еще не умел ходить. Там я взрослел. Там я все пробовал впервые. Там я поймал свою первую рыбу. Там я научился плавать, ездить на велосипеде, строить шалаши, ориентироваться в лесу и прочее, прочее. Шло время. Я пошел в школу и приезжал в деревню к бабушке и деду на летние каникулы. Потом я поступил в университет. На работу бытовые заботы захлестнули меня. И я стал все реже и реже навещать родной дом. И вот выдался случай отправиться на несколько дней в мое прошлое. Этой поездкой мы закрываем сезон путешествий 2019 года. Почему, спросите вы, поездка в деревню может носить статус закрытия для клуба экстремальных путешествий? Да все очень просто. Моя деревня расположена в Лагодской области. Среди бескрайних болот, среди бескрайних лесов. Автомобильной дороги в деревню не было никогда. Редкий тракторист отваживался проехать туда летом. Однажды, прямо в огороде, у нас застрял трактор ТДТ-55, именуемый трелевочником, который славится отменной проходимостью. Еще один нюанс, который меня волнует. Я никогда не ездил в деревню поздней осенью или зимой. Я не знаю, как там сейчас наш дом. Стоит ли он? Жив ли он? Не провалилась ли у него крыша? Слали печь? Я предлагаю вам отправиться в это путешествие вместе с нами. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, любители путешествий и приключений! На часах 12 ноября, поздний вечер, и мы выехали из Москвы. Сегодня мы едем в сторону Грязовца, где остановимся на ночлег. Сейчас мы едем двумя автомобилями. Наш экипаж и экипаж Максима. Экипаж Игоря приедет в Грязовец чуть попозже, где мы с ним и встретимся. Хочу вам рассказать одну новость. Буквально вчера по всем новостным каналам, по радио, телевидению, была объявлена чрезвычайная ситуация в Костромской и Вологодской области. В частности, в Грязовецком районе. Грязовецкий район – это тот, к которому относится наша деревня по территориальному признаку. Связано это с тем, что обильно выпавший снег несколько дней назад начал таять. И реки, вдоль которых мы поедем, вышли из берегов. В некоторых местах они даже затопили некоторые деревни. Дорога, по которой мы пойдем, идет как раз вдоль реки. Местные жители рассказывают, что реки вышли из берегов настолько, что за последние 60 лет они такого не встречали. Посмотрим, что нас ждет. Сегодня вечером будем смотреть карты еще раз. Обсуждать маршрут движения в связи с этой информацией. И принимать решения. А пока двигаемся. Двигаемся навстречу приключениям. В летней поездке на Кольский полуостров мы проезжали Ярославский нефтеперерабатывающий завод в светлое время суток. Сегодня же мы видим его в новом обличии, освещенном тысячами огней. На часах полночь мы въехали в город Грязовец. Сейчас стоим на железнодорожном переезде. До нашей гостиницы остается 500 метров. Хочу сказать, что доехали очень хорошо, без происшествий. Пробок никаких не было, ремонтов дорог тоже. У нас все замечательно. Сейчас селимся в гостиницу, отложимся отдыхать. А завтра с утра пораньше в бой, в болото. В связи с тем, что мы въехали в темное время суток, знакомство с городом оставим на утро. А сегодня нам еще нужно обсудить завтрашний маршрут. Вот мы сейчас в Грязовце, нам ровно на восток. Есть у нас две дороги. Конечная дорога у нас в деревне Становое. В деревне Становое, вот она, даже не деревня, разъезд, правильно? Мы можем идти либо вдоль реки, вдоль реки Лежа, но опасность как раз представляет вот этот вот участок, где дорога очень близко к реке. Вот она вся затоплена. Двигаемся ниже по течению, вот деревня Маклакова. Она внизу не находится, да? Нет. На очень-очень большом возвышении, холм. Вот здесь же мост. Мост из огромных-огромных труб, можно в полный рост внутренней трубы зайти. Метра два с половиной. То есть это реальная дорога, да? Это реальная дорога. Вот здесь была раньше мельница, здесь раньше был брод. Мы пойдем через Фрол. До Фрола идет какой-то там, я уже не помню, грейдер. Дальше вот Ежово, большое займище. И как-то здесь вот брод. Да, что вот это вот идет? Это газопровод. Его построили не так давно. Вот видишь, очень широкий. Ну да, он как дорогу обозначенный. Он очень широкий и очень правильный. Дальше через поле дорога абсолютно нормальная. Здесь тоже проблем никаких нет. Здесь очень высокая точка. Здесь раньше был хутор. И отсюда мы уже, ее к сожалению, не видно. Вот здесь вот через лес хвойный идет тропиночка пешеходная. Мы как раз по ней и проедем. Вот, такие дела. Так что завтра впереди у нас много всего интересного. А сегодня пора ложиться спать. Доброе утро! Мы покидаем гостиницу, в которой ночевали и направляемся на завтрак. В ближайшую столовую, где встречаемся с третьим экипажем. Субтитры сделал DimaTorzok Стояли около гостиницы и ждали, когда вы проснетесь. Грязовец. Грязовец – небольшой город с населением 15 тысяч человек, расположенный в 40 километрах к югу от Вологды. Водонапорная башня, которую вы сейчас видите, была построена в 1916 году. Сегодня же это излюбленное место проведения местными жителями торжественных событий и праздников. После московской суеты кажется, что жизнь в городе течет спокойно и неторопливо. Грязовец встречает нас мрачными серыми красками. Но очень скоро, с приходом зимы, город переоденется в белоснежные наряды. Как бы извиняясь за мрачную атмосферу города, интерьер столовой встречает нас яркими красками и аппетитными запахами приготовленных блюд. Сейчас заканчиваем завтраком, собираемся, выезжаем в сторону поселка Лежа. Не доезжая Лежа, нам нужно повернуть налево на Фрол, через Фрол, Ежово. Большие, если не ошибаюсь, займищи, наблазны. И дальше уходим в сторону маклакова. Я думаю, что во Фрол нам надо переодеться, потому что после Фрола уже заканчиваются всякие дороги. Асфальтовые, грунтовые, бетонные. Нам хотелось бы оказаться в деревне до 4 часов, до 16 часов. Потому что в 16 часов уже темно, смеркается. Хорошо будет все это проехать засыпло. Так что останавливаться нам особо некогда. Ломаться, застревать, зупсовать тоже. Поэтому собираемся, организованной колонной выходим на маршрут. Ну вот мы выезжаем из города Грязовец. Город Грязовец примечателен тем, что все, ну не все, большинство улиц в этом городе, они односторонние. И даже по навигатору найти нужный маршрут очень тяжело. Мы вот сейчас наблюдали за тем, как навигатор нам рисует одну траекторию движения, а по факту там стоят запрещающие знаки. Вот такой вот город. А мы выезжаем из него и едем в сторону населенного пункта с названием Фрол. Поехали! Поехали! Ну что, вот мы и свернули с основной дороги на второстепенную, сейчас поедем по Грейдеру уже до Фрола, остается буквально считанные километра до спецучастка. Какое-то такое волнительное чувство на самом деле накатывает, сейчас буквально через 20 минут все у нас и начнется. Сейчас остановимся, сделаем остановочку, спустим колеса до рабочего давления, подготовим автомобили к преодолению бездорожья и потихонечку поедем. Той дорогой, к которой мы сейчас поедем, я уже однажды ездил, это было в 2011 году, я ехал на этом автомобиле, правда он у меня был гораздо хуже подготовлен, У меня тогда стояла 35-я Кинкобра, экстрим резина, сейчас уже колеса размерностью 40 дюймов. Тот участок между деревнями Болосны и Маклакова, есть заболоченный участок, на котором я перевернул машину на борт, не перевернул, а положил машину на борт. То есть крен увеличился, я двигался с большим креном, ну и в конце концов крен достиг критического, я машину просто завалил. Она легла на правый бок, на мягкий мох, шел дождик, я был один, а перед этим у меня еще сгорела ебезка или заглинила, сейчас уже точно не вспомню. И вот я сижу, идет дождь, один в лесу, осень, никого нету ни впереди, ни сзади, и думаю о том, как прекрасна жизнь и о человеческих ценностях, что на самом деле важно, а на что можно не обращать внимания. Вспоминая все это, сейчас накатывают такие очень приятные чувства, связанные со всеми вот этими воспоминаниями, с каким-то прошлым. Очень хочется в них вернуться, и до этого остается буквально 5-10 минут до связи. Мы проезжаем поселок Прол, едем по его основной дороге, по центральной. Хочу обратить внимание, что в огородах вместо привычных нам легковых автомобилей стоят трактора. МТ-40, Беларусь, Владимирец. Все колеса обуты в цепи. То есть штатной проходимости этой техники недостаточно для здешних дорог. С моего последнего визита сюда прошло вот уже более 8 лет. Хочу сказать, что ничего абсолютно не изменилось. Как раньше, так и сейчас. Все по-прежнему. Цивилизация не доходит в эти края. Мы сейчас едем в блазны. Нам нужно в блазны попасть. Похоже на право, на Кошкино. Ну вот да, поворот направо, на малое займище, на Кошкино. Да, на левее возьмем, а возьмем потом на Кошкино. В общем, привязываемся к карте. У нас уже отвороточка где-то очень близко. Вот, сейчас будем смотреть. По карте вроде похоже, но в то же время не совсем. А нам нужно через Кошкино попасть в деревню Блазны. А даже до деревни Блазны вы сейчас увидите, что никакой дороги нет. Только тракторная. Вот эту я узнаю. Вот эту дорогу я узнаю. Вот по ней я ехал. Сто процентов. Но есть еще какая-то параллельная тропинка, которая идет вон там через поле. Она даже лучше, чем эта. А эта уже будет веселая. Проехав несколько сотен метров, параллельной дороги мы так и не обнаружили. Поэтому разворачиваемся и берем курс на проверенный маршрут. Но сначала необходимо переодеться, снизить давление в шинах. И подготовить автомобили для работы на бездорожье. Что, готовим автомобили к съезду с твердого покрытия. Нужно сделать несколько операций. Первое, это привести в золоченное состояние хаба. Спустить давление в колесах. Сейчас устанавливаем 0,8. Достаточно высокое рабочее давление. Связано оно с тем, что на дороге будет очень большое количество пней, веток, палок, бревен, сучков и прочего. То есть попробуем начать с 0,8. Дальше уже посмотрим. Привести в боевую готовность лебедку. Лебедка у нас находится в размыкатель плюса. И к блоку соленоидов подключаем радиопульт. Все, лебедка готова к работе. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок И въезжаем в деревню Блазны О чем свидетельствует такая вот табличка На сгнившей березе тупеньки Это последняя жилая деревня на нашем маршруте После нее уходим в лес, лес и болото Участок протяженностью порядка 5-6 километров нас ждет впереди Я думаю, что мы с ним нормально справимся Дорога, конечно, очень сильно размыта Очень много земля напитала в себя влаги Но ничего криминального мы здесь не встретили Поэтому обычная грязная тракторная дорога Едем спокойненько по ней, аккуратно, никуда не торопимся Буквально через 200 метров, 300, уходим в лес А там остановимся, сделаем небольшой перекус Проезжаем деревню Блазны Раньше здесь кипела жизнь Но сегодня деревня выглядит одинокой и забытой Большую часть домов жители покинули навсегда Въезжаем в лес, устраиваем легкий перекус Впереди нас ожидает участок бездорожья Впереди нас ожидает участок бездорожья Макс, давай, правее Макс, давай, правее Макс, в ряд Ну что, вот, протестировал лужу А у лужи доната реально нету Я не хотел, чтобы так закончилось все печально Прямо на старте Такие были удобные чулочки Очень жалко А куда мы едем дальше? А дальше нам по прямой туда Вот сейчас ребята будут пробовать, пока я переодеваюсь Сухое Что там, совсем топ-то, ребят? Ну, вот то, что тут, это очень легко Там гораздо хуже Там вот так А может и вот так Мы просто уже глубже не стали В общем-то там болото Дорога близко здесь заканчивается А дальше идет Причем болото это где-то метров 800 Лебедица там тоже не за что Поэтому там непросто Смысла нет У нас просто выходных не хватит, чтобы туда доехать Возвращаемся обратно на параллельную дорогу На более... Да, и будем разведывать ее И будем дальше разведывать Казалось бы Простая лужица Попробовали и вес человека не держит И вот оно Все это дело Все это дело Этот путь Заболочим Сюда на машинках нельзя Ехать, потому что Сам постановлю Все, надо искать Альтернативный путь Ну что, дорог очень много Дороги образуются Вследствие того, что Предыдущие разбивают Усеничная техника В основном Ну вот уперлись В такую болотину После разлива еще После таяния снега Ну что, реально проехать невозможно Нет возможности вообще По грудь Глубина И дна там нету Все уже измочили Все свои штаны Сапоги Второй комплект Он же последний Поэтому сейчас Возвращаемся На ту дорогу По которой именно Ехал я Которую я знаю По которой я уже проезжал Буквально 200 метров Сейчас вернемся И начнем все заново Ну опыт он такой Без разведки никуда Едем, пробуем Вот посмотрите С левой стороны Это разлив ручейка Ручеек Который потом превращается В реку Йода А сейчас как раз Мы его и переезжаем Погнали Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Кулакова Смотрите продолжение в следующей серии. Туда опасные места. А вот дорога, которая должна выйти. Там где-то лес. Ну и разведывать поедем? Нет, вон туда. В общем, выехали, проехали болотистый участок. Грязище, колея глубокая. Дно очень илистое, торфяное. Очень много растительности болотной. Ну, проехали, справились. Сейчас едет у нас следующая машина. Сейчас выезжаем на этот перекресток. Ну, дальше уже половина останется. Едем. Сейчас Максим цепляет Игоря на динамическую стропу. И будет его тянуть за собой. Макс повыше чуть-чуть легче. Ему будет проще. А Игорь у нас низенький. Ну, я думаю, все получится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 меньше часа, но нужно пробиться. Погнали! Ну вот, подъезжаем. Подъезжаем к мосту. Предлагаю пойти посмотреть. Это мост через реку Лежа. Раньше этого моста не было. Мост был выше по течению, правее. Он был деревянным. Там же, с той стороны, раньше была мельница. Настоящая мельница. О, аккуратней. Смотрите. После осадков какая промойна. Вымыло большое количество земли. Надо аккуратно. А вот, кстати, остатки еще. Деревянные бревна здесь поскладывали. Пойдемте посмотрим на речь. Вот тоже провал. Смотри, он глубокий. Надо колею убирать. Река Лежа. Ее обычная глубина в этом месте. Полтора-два метра, не больше. Сейчас вы можете видеть, на кустах, хорошо видно, на кустах ивы висят палки и ветки. То есть, понятно, что их туда принесло течение воды. И трава, которая на мосту, она заглажена в эту сторону. Вниз по течению. То есть, уровень воды был еще выше на 3 метра относительно того, что есть сейчас. То есть, вода переливалась через мост. Такие вот паводки. То есть, выпал снег раньше времени. Я раньше времени расставил. Ну вот, сейчас дорога пойдет направо. Вот как идут линии электропередач. И пойдем в горочку. Прямо в деревню туда? Да. И пойдем направо к деревне Маклакова. Ее проезжаем. За деревней Маклакова у нас ручей. Интересно, какой в нем уровень воды. Потому что сложность этого ручья в том, что там нет ни одного дерева. Он проходит через поле. Вообще ни одного дерева. Даже куста никакого нет. Если там сейчас будет глубина 2 метра, то это будет интересный брод. Поехали. Темнеть начинает. Поехали. 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 Давай, назад! Вперед! Давай, давай! Главное, не спать! Класс, взягорь! Вон, вот, куда вот приюйти. Вон, я не спать. Во-во-во-во! Вперед! Спасибо. Ну что, друзья, время 15.47, буквально через 15 минут в 4 часа дня начинает темнеть, смеркаться. День сейчас короткий, но мы ровно по графику пересекли реку Лежа, подъезжаем сейчас к деревне Маклакова. Очень старая деревня, точно не знаю, я думаю, что мы завтра сходим еще в деревню, порасспрашиваем местных жителей. Но на моей памяти ей около 200 лет. Здесь была школа, с которой преподавали одновременно с 1 по 4 класса. То есть не 4 класса преподавалось, а одновременно и 1, и 2, и 3, и 4. Здесь был колхоз. Здесь слева от нас, в удалении в лесу, расположен карьер, откуда брали песок для строительства участка Северной Железной Дороги. Люди сюда попадают, в принципе, одним способом, это железнодорожным транспортом, на электричке от Вологды. Раньше это были тепловозы, работавшие там на дровах, потом на мазуте. А вот местные жители, кстати, собаки, какая-то женщина с санями. Вроде еще и не зима. Едем дальше! Ну что, вот она, деревня Мухлакова, за моей спиной. Как вы можете видеть, дома здесь одновременно и очень старые, которым по 200 лет уже развалившиеся, пилившие. В этих домах были сени, то есть там зимовала скотина зимой. И вот такие небольшие разноцветные домики, это уже, повторяем, в современности, дачники приезжают на выходные, летом, в отпуска. Четыре часа, четыре минуты, ровно по расписанию въезжаем в мою деревню. Мы успели засветло. Отлично! Жильцы, а вот разъясненная табличка. А вот дом. Это наш дом. Да, это наш дом, в который мы едем. Ну и как проехали? Нормально? Нормально. Весело. Хорошо. Привет, привет. Рад вас видеть. Нормально, весело. Давно вас не видно было. Давно. Забыли. Вот решили проведать. Здравствуйте. Игорь. Здравствуйте. Максим. Здравствуйте. Вы на трех машина? Да. На трех. На трех. На мосту. Да. То есть течение было выше моста? Да. Течение больше, чем весной было. Ничего. Я не ходил, у меня ноги бурят. Так вы ночевать будете? Да. Ну да. Ладно, идите печку. Мы здесь несколько дней. Да. Друзей своих привез походать. Здравствуйте. 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 Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я говорю, как вы? Пробрались. Ой, легко и с удовольствием. Тихо у вас. Пробода. В машину там не надо. Там пробок нету. Ну нормально. В лесу мокро. Мокро в лесу. Но проехали хорошо. Вообще без проблем. Да. А я думаю, что такое? Машина. Вторая. Третья. Заблудились только какие-то. И как они проехали вообще? Ну что, пойдемте разберемся, пока не стемнело совсем. Пойдем, хоть ключи попробуем в замок вставить. Странные и непередаваемые ощущения испытывает человек, когда вновь, спустя многие годы, прикасается к вещам из прошлого. Когда давно минувшие события вновь яркими красками наполняют сознание. Ощущение дежавю и радость совершения задуманного наперегонки врываются в каждую клетку человеческого организма. Здравствуйте, родные места. Здравствуй, дом. Вот он дом, в котором я проводил каждое лето. С того времени, когда я еще ходить не умел. Будем подбирать ключи, столодец, баня. Там курятник, где раньше были куры. Вот водостоки обвалились. Не самое, я думаю, страшное. Сейчас надо подобрать из этой кучи нужный. Оба. Один есть. Есть фонарик? А сколько лет двух не было? Три года. Три года не было. Самое главное, что сейчас я вам скажу, что эта дверь не откроется, скорее всего. Ну ладно, поехали назад. Есть тут один нюансик. Нет, открылось. В любом расслабии есть два пути. Головы берегите, особенно Макс. Ах, этот запах! Это пробки. Да. Кстати, надо на всякий случай взять огнетушитель. Возьмем. Сейчас за вещами пойду захвачу. Ох ты. Хрен там. Так, шиш. Опа. А это где светает? Наверное, во, есть. Опа. Лучше-то да. Свет. Так, вот и раскрываем, да? Да. Опа. Ну че? Как будто и не уезжали. Свет работает. Добрый вечер. Вы вышли за субтитула. Субтитул? О чем в ботинках гуляем? Тут комнаты чистые. Все разденемся. Ну, огонь. Я вон, а то и провалить. Время. Как быстро оно бежит. Как быстро оно бежит. Будто вчера были сделаны эти фотографии. Ну, а мы разбираем вещи, достаем продукты. Но в первую очередь для создания уюта в доме необходимо растопить печь, чтобы дом наполнился теплом. Так, ну, сейчас у нас первая задача немножко нагреть дом, потому что достаточно холодно, дом же не топился. Ну, пока первый блин, как говорится, дымом, потому что все валит не в трубу, а сюда. Но мы думаем сейчас, к терпению и труд, все перетрут. И все пойдет туда, куда должно пойти. Ну, готовлю хорчо, относительно быстро, сытно, тепло. За поездку нормально еще добрались, можно сказать, удачно, хорошо, без поломок. Были небольшие там сложности по маршруту, по прохождению там каких-то участков относительно сложных. Ну, нормально. Самое главное без поломочек, все что одно. Сейчас задача отопить дом и готовить поесть. Будем спокойно обсуждать полно завтра. Почему деревня называется не деревня, а разъезд? Все очень просто. Деревня образовалась при постройке и обслуживании железной дороги. То есть, вот эта железная дорога, которую завтра пойдем, посмотрим. Это часть северного железнодорожного пути, северная ветка, так называемая. Разъезд, потому что было два пути. И поезда, следовавшие друг навстречу друга, один останавливался и пропускал встречный. Они разъезжались. То есть, дальше везде один, а тут конкретно разъезжались. Везде один путь, а здесь, на всем участке между Боем и Вологдой, вот этот был разъезд. И они здесь разъезжались. То есть, поезда могли стоять часами, там два часа, три часа. И этих разъездов, на самом деле, в стране было больше. То есть, это не... Как их регулировали? С одной стороны деревню, и с другой стороны были будки, так и назывались. Будка железнодорожная. Там были стрелки. То есть, стрелка, вот эта вот кочерга, которая с противовесом, сдвигали рельсы. То есть, либо на левый путь, либо на правый. То есть, либо на первый, либо на второй они именовались. Между ними расстояние было ровно километр. Между будками. Поэтому все, кто живет в деревне, километр знают четко. Абсолютно. Хоть шагами, хоть по шпалам, хоть визуально, хоть как. То есть, вот километр, вот тебе любой ребенок, любой здесь дед скажет, что километр, то оттуда, оттуда, километр. И вот эти карьеры, которые везде брали песок, это как раз вот пристроительство этой железной дороги. А дорога эта, вот эта северная, найдет то что? На Воркуту, на Салихард, в ту сторону. Соответственно, от Москвы. А вниз, от Московской области, она уходит направо, через Кировскую область и уходит, по-моему, в Костровскую область. Костровскую она и заканчивается. Вот, отлично. Она постояла, постоялась. Сейчас будем уживать. Опа! О! 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 Густой получилось, хороший. Максим нам приготовил вкуснейший ужин. Наконец-то мы попробуем за сегодняшний день тепленького. А то болото, болото, грязь. Но, тем не менее, хочу сказать, что мы дома. Доехали мы сегодня очень хорошо. Вовремя. Без поломок, без происшествий. Хотя дорога была не самая легкая. Сейчас поужинаем и будем готовиться ко сну. А завтра у нас очень интересная программа. Завтра у нас экскурсия по деревне. Завтра я вам про нее расскажу. Завтра мы сходим на вокзал, на перрон. Пообщаемся с местными жителями, погуляем по лесу. И, может быть, если хватит на времени, дойдем еще до болота. Я вам покажу болото. А сейчас ужинаем и всем спать. Отбой по расписанию. Перед нами горячий, аппетитный, только что приготовленный Максимом Харчо. После тяжелого дня, полного испытаний и приключений, данное блюдо занимает основное место на нашем праздничном столе. Как по соне? Замечательно. Харчо отменный. И по перцу. Замечательно. Интернет. Нравно телева. Святая поверхность. Продолжение следует...